Крольчонка В феврале этого года я впервые задумался, они начали разводить кроликов. У меня было три самочки и один самец. На мой взгляд, эксперимент удался. У нас есть много маленьких кроликов. И мы даже уже в этом году ели мясо кроличья. Они, конечно, маленькие, лапочки такие. Когда становятся больше, они уже не такие лапочки. Но все равно хорошие. За это время я сделал три вида клеток. Вот эта клетка с бункерными кормушками была сделана мною впервые. И сделал я ее, посмотрев кучу материалов в интернете. Что я хочу сказать. Она у меня, к сожалению, не работает так, как в интернете. Потому что то ли мы их сено закидываем сильно много, то ли что. Кормим мы их сеном и комбикормом. Я сделал из них маточник. Сейчас мы посмотрим, как живут мои мамки. Мамки у нас совсем молодые, но у них уже есть потомство. Здесь у нас следующие. И вон они, они малыши. Ну, они брюхнуты. Маленькие совсем. Папа. Это самый первый наш кролик. А это у нас калифорнийец. Лименной. Это второй тип клетки, который я делал. Если вы обратили внимание, там у меня сделана опоилка, сделанная из ПВХ-труб. Я их варил и делал. Эта паилка у меня приобретена была специально для кроликов. Здесь стальные ниппели и прозрачная трубка, по которой я могу смотреть, как она у меня там поет. Как они пьют. И вообще есть вода нет. Молодняк здесь живет. И мамочка, которая вот тоже скоро окролится. Здесь достаточно удобно. Я могу открывать целую секцию и достать их. Если они от меня прячутся, то вторая секция тоже открывается. Вторая секция тоже открывается. И, соответственно, я могу и чистить, и доставать их по мере необходимости, когда мне что нужно. Система паения. Один раз в несколько дней я прихожу и меняю воду. Здесь металлические ниппели с водичкой. Это моя третья секция, где у меня живут кролики. Я считаю ее наиболее оптимальной, удобной по конструкции, потому что, во-первых, изготовление таких клеток не занимает много времени и денег. Они удобны в обслуживании, они удобны, скажем так, в чистке, в кормлении. Я прихожу, их опускаю, здесь кормлю все, что нужно. Ну и, конечно, из-за того, что у нас кормление идет, скажем, комбинированное и сено, и трава, и комбикорм, то и, соответственно, здесь достаточно много у нас сена и приходится убирать. Но все равно это не так сложно за счет того, что секции маленькие. Взял, поднял, бросил. Внизу у нас хранятся как раз контейнеры для того, чтобы сбрасывать, скажем так, какахи. Вот мы их собираем и используем в нашем саду. Это прекрасное удобрение и оно очень востребовано у нас в саду. Мы их используем везде. Кролики – это не только 3 килограмма диетического мяса, но также очень много, очень много какашек. Система паения у меня сделана точно так же, как и во второй секции, через ниппельные металлические паилки. Вот у меня идет все централизовано, ненажды к каждому приходить и к каждому поить. Бочка, и от нее идет в тройники. Я не жалею, что занялся этим делом, потому что, во-первых, мясо очень вкусное, полезное, во-вторых, это, на самом деле, не очень много времени занимает. Я думаю, что все выигрыши от этого. Раньше для того, чтобы полакомиться кроличьим мясом приходилось эти в магазины покупать китайских кроликов. Ну, по крайней мере, говорили, что они китайские. Сейчас в этом нет необходимости. У нас есть собственное мясо, свежее, вкусное. Ну, хорошее. Иди сюда. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот оно оно, мясо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ох, ох, ох. Что, боишься? Зимой мы нескольких кроликов держали вот в этой теплице. Мы, конечно, весной выгребли очень много навоза кролячего. Ну, и посадили томаты. Посмотрите, что с ними. Это же что-то невыносимое и по длине, и по количеству плодов. Лопаем, лопаем, еще до Нового Года лопать. Но очень часто в это время все заволакивает дым. Музыка 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Там все в дыму Почему о людях не думаете, а? Может у нас больные задыхаются? И вам не стыдно так себя вести? Вы какой пример ребенку показываете? И ведь дышат сами, дышат их дети Хотя все очень просто, можно решить Посмотрите, какую мы траншею копаем ежегодно И вот в эту траншею мы спокойно укладываем Я даже не рублю Раньше рубила, а теперь не рублю Вот эти вот все отходы Растительные остатки Георгины Томаты И все присыпаем землей Сверху надо обязательно навозу Или если нет навоза Тогда развести на ведро воды Столовую ложку мочевины Полить, засыпать землей Прекрасно И этот опыт мы решили продолжить Уже сейчас, в конце сентября Поселили в другой теплице Огуречный кроликов Вы знаете, им тут очень нравится Получается, что если у человека Есть еда, квартира То он становится очень дружелюбным И мирным И я надеюсь, что в нашей программе На нашем канале Вам всегда будет удобно Просторно, комфортно Тепло и радостно До встречи! Продолжение следует...